так сегодня немножко волнуюсь как школьница неочередной мастер-класс немножко раньше по времени сегодня мы поговорим о выборе фрезеров все столкнулись такой ситуации когда вы приходите магазин и видите ассортимент полки завешенные инструментом и какой же из них выбрать кто-то хочет ну естественное желание выбрать фрезер допустим именно по фрезерам сегодня поговорим кто-то хочет фрезер выбрать подешевле для того чтобы хотя бы понять что он из себя этот инструмент представляет нужен он или не нужен это в принципе рационально потому что вдруг это допустим как говорится не ваша вы не потратили больших денег ничего страшного но конечно большинство людей хочется купить максимально качественные фрезеры и вот на что именно нужно посмотреть на что обратить внимание для того чтобы купить именно то что вам нужно тут еще такой очень важный вот я бы даже сказал ключевой момент в том стоит что как такового единого допустим вот панацея нет вот покупайте вот этот фрезер и все будет отлично все красиво такого не бывает под каждый инструмент вернее каждый инструмент он рассчитан под свои задачи и даже если вы купите дешевый китайский инструмент и все равно он будет вам служить верой и правдой если вы не будете его как говорится перегружать подвергать каким-то критическим воздействием то он будет прекрасно работать просто нужно понимать что вы хотите от фрезера но вообще мне конечно была мысль переснять отдельно видео новое сделать по выбору фрезера хотел вот давайте как раз это будет лучше как раз делать сейчас с чего надо отталкиваться прежде всего качество вернее не то что качество надо подумать о безопасности безопасность начинается с того настолько качественно устанавливается фреза во фрезе я уже не один раз говорил что есть как говорят цанги правильные или неправильные вот например это фирменная цанга на уже установлена в гайку она целиком коническая ровный конус это эти цанги очень хорошо охватывают фрезу и не упускает даже если фреза очень длинная начинает петь в пазу фрезом свойственно выползать из цанги вот эти конические цанги с малым уклоном очень хорошо фрезы удерживают если мы берем какой-то дешевый китайский фрезер ну как правило это дешевые китайские как говорится ноунеймы миллион цветов миллион названий там цанга имеет верх в верхней части конус а дальше идет цилиндрическая часть на это следует обращать особое внимание потому что в идеале должно быть да это тоже хороший вариант но китайцы не стремятся сделать прямо идеально качественные инструменты в любом случае цилиндрическая часть которая находится на цанге она будет немножко болтаться и когда вы зажимаете гайку конус садится а хвостовик фрезы получается как бы надежно не зафиксирован и здесь даже возможны некоторые перекосы в этом случае если вы будете работать длинной фрезой она неизбежно получит дисбаланс ну а дисбаланс это как бы минус безопасности это может обернуться и порчей материала и даже травмами не следует как сказать ожидать невозможного от китайских фрезеров потому что много вы от них не получите то есть работа маленькими фрезами какими-то не очень крупными это для них доступно где-то на даче пофрезеровать лапу лавочку снять где-то окантовочку для этого китай вполне годится дальше критерий выбора на самом деле очень много вот здесь представлены два фрезера просто такие нашлись какие под руку попали специальные даже не подготавливался ничего не привозил дополнительно есть классический погруженный фрезер а есть фрезер двухбазный я не стал доставить все комплектацию то есть есть фреза есть база есть база она называется кромочная есть база погружная то есть это классическая конструкция штанги вот вот такой фрезер перекрывает сразу две функции как это вы получаете как бы два в одном кромочный фрезер плюс погружной фрезер плюс конечно в том что вы частично экономите да эти фрезеры по себестоимости получаются довольно дорогие но все равно это будет дешевле чем иметь два фрезера отдельно взятых дальше отталкиваться нужно от мощности чтобы понять какая мощность фрезера вам нужно нужно так понять что вы хотите делать если это будет рамочки для картинок какие-то несложные профили где будет участвовать фрезы диаметром где-то до 32 миллиметров вполне хватит фрезера 1000 1200 ватт вот не следует забывать да всегда хочется стремиться к тому чтобы выбрать максимально мощный фрезер максимально функциональный но при этом не надо забывать что этот фрезер будет очень-очень тяжелым и еще один момент чем больше мощность фрезера тем больше фрезу можно установить и соответственно в подошве может быть очень большое отверстие а чем это чревато здесь отверстие маленькая и в принципе опора хорошая когда вы фрезеруете подходите подводите фрезер к краю он может непроизвольно клюнуть ну просто по невнимательности или может быть каким-то другим причинам вот удерживать фрезеры с большим отверстием центральным довольно сложно вот поэтому тоже не надо стремиться делать брать фрезер про запас лучше взять начать с какого-то маленького фрезера а потом поймете что может быть вам его и до пенсии хватит а может быть вам нужно еще так минимум два фрезера вот это что касается сейчас пока вот этот базный отложим по поводу обычных погруженных фрезеров значит очень важный момент это эргономика вот сожалению фестоловский уф-1400 не могу показать но я честно скажу это мой любимый фрезер уф-1400 чем он хорош у него одна ручка пистолетная рукоятка и одна ручка которая фиксирует этот фрезер это конечно топовый фрезер но в нем как сказать чем он действительно отличается от других и то же самое могу ставить правой в 2 200 это единственное вот я насколько знаю это две модели которые при фиксации при блокировке фрезеров заданном положении они фиксируют обе штанги на что это влияет это влияет на точность фрезеровки если взять обычный фрезер ну вот любой это хороший очень фирменный фрезер ему претензий нет это как бы сказать это мечта вот когда мы его фиксируем в заданном положении так давайте вот на этом на этом я покажу фиксируется только одна штанга и если мы прикладываем дополнительную нагрузку этот фрезер начинает немножко клевать в принципе ничего страшного шлифовку все исправляет все прощает но бывают такие случаи когда нужно фрезеровать паз и выгнать очень ровную поверхность очень ровная база должна быть у основания в этом случае вот использование такого фрезера может быть очень проблематично если это еще и китайский фрезер то там вы получите просто ужас любое излишнее или недостаточное давление на фрезер приводит к покачиванию фрезерного узла что касается тех фрезеров о которых я сказал о F1400 от Fistool и F2200 от Fistool то там при фиксации двух штанг какую бы нагрузку вы не приложили эти фрезеры сохраняют свое положение но не будем конечно застрять внимание на очень дорогих моделях потому что не каждым это по карману это скрывать конечно не нужно вернемся опять к фрезерам китайским значит это конечно приходит с навыками но могу просто немножко так сказать подсказать что эти фрезеры как правило не имеют перпендикулярности шпинделя копорной поверхности и в чем это выражается вы можете допустим взять и делать разделочную доску и когда вы фрезеруете фрезером периметр допустим делаете просто скругление кромки радиусной фрезой в одном месте фреза не добирает а в другом она делает ступеньку и все это выливается в то что вам приходится делать дополнительную шлифовку принципе страшного ничего нету если фреза допустим 20 миллиметров 25 миллиметров диаметром но если фреза допустим 32 40 миллиметров то там уже может эта ступенька вылезти очень сильно вот для того чтобы этого избежать и чтобы не кусать локти зачем я купил это китайское барахло есть очень хороший способ просто позиционируете фрезер одной и той же стороной внутрь и обводите и вращаете сам фрезер прекрасно этот способ работает так что брезговать китайскими фрезерами в этом плане может быть и не стоит и очень важно на это но это прежде всего новичкам я уже в видеороликах рассказывал не один раз револьверные упоры на них тоже следует обращать особое внимание потому что конструктивно они бывают в основном двух типов это либо трехпозиционный упор либо револьверный вот такой много позиционный чем плюсы в чем минусы по своему опыту скажу что вот этими упорами я пользуюсь крайне редко дело в том что например хорошим бывает если нужно одной и той же фрезой выполнять несколько операций одинаковых ну допустим фрезеровать одной и той же фрезой на разную глубину в этом случае настраиваем этот упор на заданную глубину и постепенно на одном на одной позиции фрезеруем потом на второй на третий как правило винты очень сильно отличаются друг от друга по длине вот видите это не всегда удобно потому что вот эта разница она не перекрыл то есть фактически когда вы переключаетесь с одной позиции на другую получаете очень большое заглубление и фрезер просто не осилит вот это вот количество материала которые ему предстоит снимать если мы рассмотрим вот такой упор как бы это вот как раз свойственно китайским фрезером даже прямо надо отдать должное это очень хорошая конструкция там вот такой много позиционный упор там позиции бывает 6 или 7 я точно сейчас на память не скажу но в чем хорошо это идеальный вариант для новичка вы берете первый раз жизни фрезер вы не знаете какой сделать съем материала как быть просто наугад ломать фрезы естественно это не хорошо и это небезопасно поэтому начинаете благодаря так ставите ограничитель ставите в какое-либо положение опустили профрезеровали добавили ставите следующую позицию и вот разность между вот этими позициями определяет то заглубление фрезы которое вам нужно и по факту получается что очень хорошо все продумано потому что разность между ступеньками на этих самых китайских фрезерах составляет около трех там или четырех миллиметров такое заглубление такой съем материала выдерживает практически любая фреза причем фрезер не перегружается это абсолютно безопасно абсолютно надежно и единственное что нужно следить только за тем чтобы в самом нижнем положении упора у вас было максимальное погружение то есть чтобы постепенно вы шаг за шагом подходите к нижней точке и в этом в этой нижней точке у вас получается максимальное опускание фрезера вот этот вариант очень хорош так следующее на что обязательно следует обращать внимание это наличие электроники ну я не говорю конечно константной электроники потому что китайские фрезеры например просто дешевые фрезеры пусть даже фирменные для них это дешевый фрезер и константная электроника понятие несовместимы это конечно только на фирменных именно на брендовых моделях константная электроника очень хороша она очень помогает когда у вас конечно уже есть некоторый опыт работы поэтому на этом особо внимания пока вы новичок заострять не нужно вы просто делаете съем поменьше и все будет замечательно все будет отлично работать но вот с моей точки зрения неотъемлемой частью обязательной частью является наличие регулятора оборотов потому что ну если просто из школьного курса физики взять вращение фрезы допустим на 30 тысячах оборотов диаметром 5 миллиметров и 50 миллиметров отличается в 10 раз линейная скорость то есть скорость которой режущая кромка проникает в материал вот эта скорость резания скорость проникновения режущих кромки в дерево она должна находиться в определенных пределах если у вас будет слишком большая фреза скорость резания очень высокая во первых вы поджигаете дерево сразу же режущая кромка сразу же мгновенно начинает нагреваться а как только твердосплав нагрелся он сразу же теряет свою остроту то есть он начинает сыпаться грубо говоря вы этого не заметите но фреза начинает буквально в смысле гореть идет дым и где-то через два-три метра фреза просто перестает резать есть конечно способы борьбы с этими но они не очень действенные то есть нужно просто увеличить скорость подачи фрезера но этим вы многого как говорится не добьетесь потому что все равно скорость будет избыточная все равно фрезы будут перегреваться ну и потом слишком большое перемещение слишком быстрое перемещение фрезера грозит тем что начинает щипеть материал вот и в принципе качественного качественной кромки например вы не получите вот так еще что если кстати если попутно возникают какие-то вопросы вы задавайте потому что я все равно я в любом случае не смогу охватить вот эту тему фрезеров сразу по ходу дела буду отвечать на вопросы если это потребуется вот по поводу регулятора оборотов слишком малые обороты тоже это конечно плохо но и слишком большие тоже не лучший вариант в зависимости все таки регулятор оборотов обязательно нужен и нужно его выбирать в зависимости от того диаметра фрезы который нужен по диаметрам фрез и линейный вернее по диаметрам фрез и скорости вращения я сейчас не скажу в принципе это в интернете можно найти таблички вот где указана максимальная скорость вращения фрезы для данного диаметра вот ну и даже вы покупаете фрезы на упаковке диаметр фрезы такой-то максимальный оборот такие-то ну на практике нужно брать где-то семьдесят семьдесят пять процентов от максимального числа вы получаете рабочие обороты на которых вы гарантированно получаете хорошее качество и гарантированно получаете долговечность работы фрезы и ну просто фрезерование происходит высоким качеством вот так значит что еще опять же немножко вернусь к эргономике и рассмотрим фрезеры здесь вот у этих фрезеров например ручки круглые это все конечно сугубо на любителя мне просто чисто не привык я работать с этими ручками чем ухватистей ручки чем надежнее чем удобнее вам держать фрезер тем проще вам будет на нем работать это неотъемлемая часть просто если если это вы не по интернету покупаете если есть возможность пощупать фрезер вы придите в магазин и просто посмотрите вот что он из себя представляет как удобно ли вам его держать в руках вот так вот как организовано погружение как организована фиксация например вот либо поворотом ручки это делается либо это вот такой рычажок фактически чаще всего вот такой рычаг следующее следующее что очень важно при выборе фрезера но это наверное больше будет касаться именно фирменных потому что как я уже сказал дешевые китайские фрезеры нельзя нагружать нельзя в ней ну нежелательно в них ставить очень длинные фрезы и поэтому вот поговорим о тех фрезерах которые позволяют устанавливать длинные фрезы тяжелые фрезы чтобы это было безопасно прежде всего это должно быть безопасно и здесь опять при выборе допустим наталкиваемся от размера фрезы потому что прежде всего самый главный параметр это глубина погружения можно взять два одинаковых фрезеров одного будет глубина погружения например 40 миллиметров то есть например на 40 миллиметров можно его отпустить от максимальной до минимальной высоты а у другого фрезера может быть 70 80 на это тоже следует обращать внимание потому что если вы например соберете сделать врезать форточные какие-то завертки то вам любой абсолютно фрезер пригодится а если вы собираетесь врезать замок межкомнатную дверь то ни о каком китайской фрезере быть речи быть не может потому что вертикальный ход составляет всего 55 миллиметров чаще всего я не говорю обязательно но около 55 миллиметров вот в этом плане конечно есть методы решения там борьбы с тем что когда вы просто устанавливаете фрезу она уже заведомо торчит есть дистанционные проставки но лучше конечно этими вещами не пользоваться особенно если нет достаточных навыков вот поэтому вам нужно стремиться к тому чтобы получить эффект такой вы ставите максимально длинную фрезу с которой вам предстоит работать и она должна находиться буквально там вот возле поверхности то есть она чем чем ближе фреза в изначальном положении поверхности тем лучше и также вам наверняка вам не хочется терять рабочую длину фрезы поставить фрезу длиной 70 миллиметров во фрезер который опускается только на 50 миллиметров это нерационально поэтому и из этих тонкостей надо исходить если вы ставите длинную фрезу то желательно чтобы вам все это делать за один проход не переставляя фрезы не используя какие-то промежуточные шаблоны так ну я думаю с этим понятно вот в этом плане кстати кстати да вот в этом плане хотел бы отметить фрезер и дэволк но это 621 модель более слабенький как сказать это среднячок а вот крупная модель 625 эта модель имеет глубину погружения 80 миллиметров поэтому если вы собираетесь заниматься допустим установкой дверей резкой замков лучшего наверное вы ничего и не найдете это просто вот мое мнение исходя из таких технических характеристик вот если в глубина погружения вам не важно то наверное можно сделать взять что-то и попроще вот тоже высок очень большая глубина погружения например makita rp 2301 of 1400 от фистул и of d200 от фистул там тоже по моему 80 миллиметров вот и наверное давайте еще немножко вернемся к сангам сангам очень важный момент это касается не столько фрезеров только установки фрез потому что прежде всего нужно заботиться о своей безопасности как определить как правильно поставить фрезу ну на фирменных фрезах сейчас делается отметка горизонтальная линия и галочка она показывает по какие поры нужно вставить фрезу иногда не хватает этой рабочей длины и в этом случае можно 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 аккуратненько немножко допустимо выдвинуть фрезу только обязательно уменьшить съем потому что чем длиннее фреза тем меньше должен быть съем что как правильно установить фрезу самое главное чтобы хвостовик у вас ну хотя бы чуть-чуть хотя бы немножко выходил внутрь внутрь шпинделя все равно как бы фрезу не задвинули то цанга она не зафиксирует длину больше чем сама длина цанга поэтому если вы надежно устанавливаете хвостовик так чтобы он торчал немножко с задней стороны это будет оптимальным вариантом и еще второй момент который касается правильной установки фрезы я стараюсь стараюсь во всех фрезерах обязательно измерить просто глубину отверстия шпинделе вот для чего это делаю многие со мной не согласны я утверждать не буду это продиктована практикой теории различными различными критериями по факту получается что опять же хоть и рассказывал все равно повторюсь когда вы устанавливаете фрезу она должна обязательно иметь за хвостовиком внутри шпинделя свободное пространство для чего это нужно когда вы работаете фрезой вдруг вы по неопытности допустим не дотянули фрезу то есть недостаточно зажали ее в цанге в этом случае при фрезеровании вы увидите изменение глубины фрезерования либо в меньшую сторону либо в большую сторону это естественно это вас насторожит и вы сделаете вывод о том что у вас фреза начинает либо выползать либо утопать но вы предпримите какие-то действия вы это заметите если фреза у вас вставлена полностью она уперлась в донышко отверстие в шпинделе то допустим у ползания фрезы вниз вы заметите а если фреза поползла вверх и уперлась в донышко ей деваться некуда она просто продолжает ослабляться 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 и в тот момент когда вы фрезер поднимаете как правило это делается сначала мы поднимаем фрезер потом останавливаем вот этот момент фреза просто не держится что с ней будет дальше трудно сказать и конечно все это может привести к нехорошим последствиям вот что так что еще а вот еще что я не сказал не затронул момент регулировка погружения точно точная подстройка как правило все фрезеры имеют точную подстройку это обязательно либо вот здесь сделан стаканчик либо вот здесь сделан винт и снизу выходит штифт как работает эта микроподстройка всегда так чтобы профрезеровать сразу на нужную глубину но как правило не получается и к этому не нужно стремиться всегда нужно немножко не добрать глубину паза то есть вы опускаете фрезер на какую-то глубину вот фиксируете в этом положении вот и фрезеруете а потом вам нужно добавить например две десяточки вы измерили штангенциркулем глубину или глубиномером и поняли что вам вы недопрезеровали две десяточки вращаете винт получаете зазор между револьверным упором и стаканчиком либо здесь либо вот здесь между револьверным упором вращаем винт выкручивается штифт и образуется зазор между опорным опорным винтом и штифтом вот этот зазор как раз дает вам дополнительное погружение вы отпускаете и немножко 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 я не подготовился дубль 2 даем две десятки плюсом отпускаем и опускаем вот буквально эти две десятки ловится исключительно точно и вот эти вот эта микроподстройка с этим регулировочным винтом она работает как дешевых резерах так и в дорогих вот то есть здесь просто ну как сказать система очень примитивная очень простая ломаться здесь нечему внутри установлена шпилька шаг один миллиметр как правило это просто шпилька м6 естественно при вращении на один полный оборот поворачиваете шпильку и получаете погружение на один миллиметр так что еще теперь немножко опять вернемся к двухбазному фрезеру потому что двухбазные все-таки они о них стоит отдельно поговорить чем они могут отличаться чем они похожи наверное вы кто-то уже смотрел у меня обзор по на погружной фрезер BKF 600 от фирмы Bosch но этот фрезер да он хороший но есть там определенные недочеты в этом фрезере потому что то же самое касается кстати говоря и Makita не хочу чтобы это было как бы антирекламой но немножко есть недочет в том что гладкий стакан и гладкое тело плюс клипса все это не дает надежной фиксации особенно касается это регулировки четверть резьбы входит в контакт с винтом при вращении винта четвертинка резьбы сбивается буквально через две недели вот если говорить о том чтобы купить двухбазный хороший фрезер то это вот единственное что обращайте внимание вот на такие на такие посадки здесь ленточная резьба вращая фрезер внутри вот этой кромочной базы вы получаете очень точное погружение и вот эти базы вот именно такая посадка она может быть давать может давать некоторый люфт очень очень маленький но вот эта резьба большая она никогда не собьется и она будет работать очень ну это практически вечное вечное решение так смотрим дальше по поводу давайте начнем ну наверное с полеудаления вот кстати devolk в этом плане очень удачный вариант потому что от полеудаления тоже очень много зависит ну допустим если вы работаете на улице ну ничего страшного даже если без пылесоса а если вы работаете где-то дома или на объекте естественно полеудаление является неотъемлемой частью обязательной частью и как она организована от этого зависит очень много есть съемное полеудаление есть встроенная вот встроенное полеудаление это конечно самый идеальный вариант оно не мешает и здесь кстати говоря очень хорошо сделано шланг выходит за пределы рабочей области то есть он не мешает внизу он не цепляется за край это тоже большой плюс то есть встроенное полеудаление это оптимальный вариант потому что оно уже заранее рассчитано конструкции конструкторами и оно всегда работает если говорить о съемном полеудаление то здесь конечно может быть полка двух концах ну например если взять макиту очень хорошая система или фистул и 1400 заправляем кожух защелкиваем его и здесь у нас сбоку торчит патрубок он не мешает он не скрадывает во-первых глубину погружения то есть он точно рассчитан и он устанавливается быстро вот если же взять какой-то китайский фрезер ну как или просто какую-то дешевую модель то чаще всего мы начинаем крутить какие-то винтики и вот по закону мерфи эти винтики находятся где-то вот тут вот с верхней стороны то есть сами понимаете закрутить его вот отсюда из под фрезера нереально я не буду называть модели чтобы как бы производители на меня не обиделись но такое очень часто встречается обращайте на это внимание это это ужасно неудобно вы будете ругаться и вы не будете использовать это полеудаление вы будете создавать массы просто огромное количество пыли вот с полеудалением наверное пока все и еще значит наверное затронем что установка копировальных втулок копировальные втулки это очень полезное решение очень полезно это в принципе это стандартное решение опять же везде установка копировальных втулок производится по-своему если вот именно по копировальным втулкам заострить внимание то самый главный параметр это центровка втулки относительно фрезы проще всего проверить установить фрезу и просто опустить базу и посмотреть чтобы обязательно со всех сторон от фрезы одинаковый зазор был вот если центровка все хорошо ну как дополнительный профит или как говорится дополнительный плюс этого быстрая установка ну не всегда на есть есть установка винтами это тоже нормальный вариант очень часто применяется в этом нет ничего страшного просто вы затратите чуть больше времени вот еще следует вот на что обращать внимание любой фрезер какой бы вы ни взяли копировальные втулки всегда притоплены это делается умышленно это не брак не пытайтесь там искать разные модели это сделано абсолютно во всех фрезерах вот это просто ну как бы на будущее и само позиционирование копировальные втулки должно быть строго однозначно если вы взяли поставили копировальную втулку и пошатайте ее она не должна иметь никакого люфта ну может быть там одна две десятки потом разверните ее поставьте другую сторону то есть это все конечно же нужно проверить вот и обращайте внимание на то есть ли возможность докупить втулки потому что принципе достаточно одной втулки которая работает есть комплекте иногда бывает нужно работать с крупными фрезами и соответственно втулка нужна большая чем больше втулка на практике вот лично у меня мне мне лично хватает двух втулок одной маленькой одной большой вот поэтому если есть у вас возможность докупить втулку это очень хорошо если нет возможности докупить втулку а скорее всего ей придется работать то может быть посмотреть например в сторону какой-то другой модели еще момент многие делают втулки самостоятельно не каждый фрезер это позволяет сделать но как правило если это дорогой фрезер это очень точные втулки нет смысла как говорится город проще купить готовую вот в принципе вот основное основное как бы рассказал если вопросы какие-то у вас есть то я с удовольствием поделюсь без регулировки оборотов нет дело в том что регулировка оборотов она напрямую связана с диаметром фрезы с которой можно работать а какая разница в столе или в столе да вот кстати закономер правильно хороший вопрос очень по поводу установки фрезеров стол спрашивают какой фрезер можно установить стол абсолютно любой на погружной базе на кромочной базе это не имеет никакого значения абсолютно никакого значения не имеет также мощность фрезера его габариты единственное что есть большой большой плюс во фрезерах типа макита допустим 36 12 цели легендарный фрезер народная марка потом допустим вот интерсколл fm 62 дробь 2 200 к сожалению нет их сейчас не в продаже не ввозят страну там есть шток и ограничительная гайка что иногда практикуют мощные фирменные фрезеры иногда можно очень аккуратно поставить фрезу большего диаметра чем окно во фрезере ну это как бы сказать не надо это практиковать но если фреза легкая допустим это фигерейка плоская она легенькая можно можно делать и такой вариант если у вас фрезер стоит в столе и вдруг ослабла блокировка естественно вращающаяся фреза размолачивает все вот в этом плане если предполагается ставить фрезер в стол может быть даже на постоянку или очень часто использовать в столе в этом плане очень очень большим плюсом является именно шпилька которая проходит из основания через корпус фрезера и здесь гаечка то есть мы опустили накрутили гаечку гайка задавила корпус и он больше никуда пока мы не уберем гайку фрезер не даже если растопориться он не приподнимется вот а по мощности это может быть я прекрасно работал фиолетом 620 и причем фрезеровал ну маленькие деталюшки делал когда фрезерный стол большой вот делал гетинакс фрезеровал копировальной фрезой диаметром 9,5 мм замечательно получается вот фрезерный стол может быть абсолютно любой кусок фанеры просто кусок фанеры отверстие и даже в качестве если на скорую руку вам прям экстренно надо работать берете любой брусок самое главное чтобы у него был прямой угол он будет параллельным упором и лобзиком выпиливаете в нем канавку там V-образную который будет заходить фреза если фрезу надо использовать наполовину а не делать паз от края то есть это вообще фрезер это самый-самый универсальный инструмент который можно только придумать вот еще наверное знаете что а вот еще интересный момент сейчас я посмотрю так я к сожалению фрезер этот я только сегодня первый раз увидел давайте вот смотреть вот с моей точки зрения вот это очень хорошая очень универсальная конструкция чем боковой упор отдельно от штанг все знают проблемы с макитами да штанги коротенькие работать невозможно а здесь пожалуйста отдельная штанга не хватает вам длины этой штанги вы можете в любом ЧПУ магазине с комплектушками пойти и докупить хоть двухметровые можно прекрасно работать с фрезер как циркулем вот эти две штанги пожалуй пожалуй двухметровые и относительно какого-то центра который у вас на соседнем столе закреплен вы можете фрезеровать любой кривизной детали те боковые упоры которые параллельные упоры которые запрессованными штангами вот конечно они ущербные они не имеют того высокого функционала какой хотелось бы вот дальше микроподстройка по факту скажу так что ну я ей пользуюсь очень редко как правило все это происходит на глаз вот и даже если какая-то погрешность возникнет то больших проблем с этим не будет вот например это жесткий упор который ставится на штангу а это упор не буду его сейчас это само устанавливать он ставится вот на эту базу вот та самая регулировка но микроподстройка винтом она не очень то есть это не идеальный вариант не надо стремиться даже если нет той самой микроподстройки которая позволяет ловить десятки ничего страшного в этом нет поясню почему винт ну как бы он качественно не был сделан все равно любая резьба имеет небольшой люфт на допустим треть или четверть оборота в одну и в другую сторону то есть все равно вы ошибетесь вы не получите той должной точности какой бы вам хотелось вот ну и что еще давайте послушаем как фрезер работает звук вырежем да очень такой важный момент длина кабеля так сейчас фрезер не очень громкий нормально то есть на это тоже следует обращать такое ну как не особо пристальное внимание но учитывайте что иногда с фрезером приходится работать час и два и три плавный пуск например у фрезера это не особо критичное какое-то дополнение ну да приятно когда оно есть но на этом как говорится свет клинам не сошелся ничего страшного так что еще что еще может какие-то вопросы возникают по ходу я да да закономерно очень правильно люфт значит многие вот не давайте так сделаем вы приходите в магазин и просите показать фрезер покажите пожалуйста фрезер вам дают фрезер вы начинаете его вот так вот шатать ой люфт все вот видите фирменный фрезер а на нем люфт ну все это мол нет это мне не подходит дайте мне другой фрезер можно их перепробовать десяток и все они будут с люфтом насколько это страшно и насколько это критично люфт это конечно не очень хорошо но избавиться от него невозможно он есть абсолютно на любых фрезерах просто он в разной степени этот люфт на что он может повлиять естественно допустим если вы делаете какой-то паз то он повлияет на точность изготовления этого паза как правило вы ведете фрезер ну как вы сначала фрезер опускаете в материал погружаете и значит потом его его фиксируете и перемещаете люфт влияет на качество фрезерования только от момента погружения в материал до момента фиксации все в остальных случаях этот люфт абсолютно ни на что не влияет то есть на него можно не обращать внимание это не то что конечно означает что допустимо вот прямо болтанка но небольшой люфт он всегда присутствует абсолютно во всех фрезерах единственное что если вы берете мощный ну допустим вот этот вернемся к этому фрезеру довольно мощный фрезер который позволяет устанавливать длинные фрезы вот при работе с длинными фрезами при изготовлении длинных ну не длинных здесь глубоких точнее сказать пазов при изготовлении глубоких пазов может случиться удар который происходит при подходе к краю получается это по двум причинам ну либо это может быть какой-то дисбаланс может быть это невнимательность посильнее надавили но одной из причин может быть именно вот этот люфт потому что как это происходит мы обычно фрезеруем паз начиная от края но чаще всего хотя я бы рекомендовал отступать от края когда вы делаете паз отступайте от края хотя бы два миллиметра три миллиметра при малой глубине паза вы как бы ничего вам не грозит когда фреза уходит на полную глубину в этом случае может случиться что вы ведете фрезер подходите к краю паза и фреза вдруг по какой-то причине вы отпускаете фиксацию фрезер чуть качнулся в этот момент фреза всей длиной рабочей кромки цепляет материал и естественно она цепляет в том месте где фрезерование идет против волокон в результате получается сильнейший удар чуть не бывает что аж фрезер подскакивает чуть не выскакивает из паза естественно там летят клочья просто материала это ну и так просто как бы это неприятно и это довольно опасно вот так что если конечно люк завышенный и вам предстоит работать с длинными фрезами то на это тоже обращайте внимание ну либо как вариант используйте фрезы у которых режущая кромка находится только на передней части а все остальное это тело которое ну грубо говоря так нигде не зацепится вот еще что-нибудь как у нас тут по времени 10 минут от есть у нас если что-то еще а знаете как тут вот собирался собирался я сделать видео на эту тему искал китайский фрезер чтобы вообще вот вот нерабочий был и собирался перетащить толку открою маленький секрет может быть кому-то пригодится может быть кто-то бизнес себе сделает китайские фрезеры прекрасно переделываются не совсем китайские скажем так то есть втулки можно перетащить если грамотный токарь то он сделает втулку но это не просто цилиндрическая втулка должна быть есть маленький секрет втулку конечно нужно делать максимально плотно посадкой на штанги ну и тут небольшая поправка я все-таки допустим мы надеемся что штанги цилиндрические потому что если они овальные то там ничего мы не выгодим а закусывание происходит по той причине что втулка ставится цельная это просто кусок трубки а правильная втулка должна иметь внутри проточку вот тот цилиндр ну грубо говоря вот мы возьмем вот втулка то есть она всей плоскостью ходит по штанге это неправильно да это кажется да это долговечно это все красиво на самом деле это неправильно должен быть подобран материал специально бронзовая втулка должна быть не латунная вот лучше там фосфористая бронза или что-то такое или другие сплавы которые не подвержены стиранию но внутри должна быть проточка то есть должен быть сверху поясок который входит в контакт со стойкой и внизу а середина середина не должна контактировать вот в середину набиваете смазку и прекрасно это все кстати штанги вот я лично никогда не смазывал вот достаточно один раз смазать потом все это набивается пылью и образуется такой ну как сказать типа сальника многолетний сальник грязь начинает сама себя счищать и штанга не грязнится не не заклинивает ее вот в некоторых моделях китайских фрезеров надо отдать должное там стулка составная это в принципе то же самое практически то есть в отверстие фрезерованное одна стулка забита снизу другая сверху и макете 3612C точно знаю такая система то есть это как бы вот именно один поясок сверху один снизу но полного контакта не должно быть потому что там другие процессы участвуют там вот как раз это именно из-за этого и заклинивает но и нет на самом деле вот у меня же на мастеровом была тема что можно вот просто абсолютно китайское барахло которое вот в руках разваливается я же сделал из него нормальный фрезер я им алюминий фрезерую замечательно вообще никаких вопросов то есть работает отлично действительно точность у него хорошая я перефрезеровал посадочные места то есть то что вот это в корпусе вот эта часть вот я перефрезеровал обычной пьяной фрезой в токарном станке вот забивал втулки именно правильную втулку поставил все фрезер работает просто идеально вот еще что-нибудь по поводу пружин да вот кстати закономерный вопрос китайцы прям любят ставить пружины такие что аж приходится массой прям давить это неправильно пружины лучше поменять если есть возможность поменять фрезер должен работать вот мягенько а сейчас я его застопорил сейчас секундочку вот фрезер должен легко очень опускаться потому что о чем я вот говорил что когда мы прикладываем нагрузку на фрезер он начинает у нас покачиваться даже когда он зафиксированный и вот эта пружина она как раз вносит погрешность мы получаем кольца например на глухом фоне глухой фон когда фрезеруем вот эти кольца но их потом от них очень трудно избавиться потому что туда нечем подлезть может мультимастером каким-то каким-то мультиком можно удалить вот еще небольшой совет если допустим хотите делать поднос вот как сделать поднос вот если фрезера маленькая подошва вот берете кусок фанеры грубо говоря на него прикручиваете фрезер и гоняете вот ну здесь в принципе это так это мелочи а вот именно если там допустим что еще по самим фрезерам что-то 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 не слышно нет в столе это не так критично это если только конструкция предусмотрена как смотного как вот фрезер смт трайтон элмос тоже это в принципе одно и то же только в разном цвете разного чуть-чуть отличающиеся там конструктивно по качеству какими деталюшками там да там если конструкт конструктивно предусмотрено это конечно же нужно потому что сам фрезер надо забывать что вот фрезеры при одинаковой мощности китайские фирменные какие-то они отличаются примерно где-то полтора может быть даже в два раза поэтому если ну мощный фрезер с сильной пружиной очень тяжелый установлен в стол он естественно тянет если это предполагается именно длительная работа в столе лучше да лучше пружины удалять потому что все равно это приводит к перекосу а за счет вибрации этот перекос усиливается мнется сама втулка ну это конечно это не за неделю там это ну за год это произойдет в конечном итоге шпиндель просто становится по диагонали это плохо вот еще вопрос есть а сейчас а сейчас в комплекте идет нормальная цанга на 6 миллиметров полноценная цанга и разрезная пункта на 8 Ваша рекомендация все таки опираться искать фрезер на 6 или вообще в принципе какая то разность в отличие действий надежности цельковки надежности а то есть целесообразность применения втулок или целесообразность да в маломощных вот таких кромочных фрезеров там штатная цанга на 6 миллиметров нормальная цанга да и просто разрезная пункта на 8 вот рекомендация по использованию ну я конечно надеюсь что все это на заводе делается очень точно я надеюсь но это фактически аналог то есть ну я не знаю я не люблю эти цанги они не держат фрезы я это мое мнение может быть у кого-то не спрашиваю то есть вы не любите цанги в виде разрезной а не полноценные цанги там на 4 или без вы это не любите? да нет ну наверное мы о разных вещах говорим вот цанги бывают конические двухступенчатые то есть либо конус ровный либо ступенька а вот в маките там вот этой цилиндрической части нет просто кусочек конуса разрезной так я понимаю? ну там цилиндрический есть штат на шестерку ну я мне надо чтобы ответить мне надо в руках его держать чтобы я смог пальцем по фрезерованию алюминия в принципе конечно к фрезерам не особо относятся ну обязательно масло а фрезы я использую обычные только не очень высокие обороты правда потом этот фрезер если вы его взяли для алюминия то все лучше лучше потом про дерево забыть потому что он будет весь масле а так фрезеры с алюминием справляются все зависит только от того какую величину съема будете делать от твердости материала зависит величина съема и все а так фрезер это очень универсальный инструмент очень хороший а обычный нет 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 работают очень долго что что ой нет частотникам не пользовался а зачем частотник нужен для синхронных двигателей нет для однофазных зачем частотник коллекторные двигатели коллекторные частотники нужны не для количества фасы частотники нужны для синхронных двигателей а для коллекторных регулятор оборотов это просто широтный импульсный модулятор шим-контроллер и все вот вопросов нет больше ну по поводу не совсем про фрезы фрезы все зависит от того что вы хотите делать если вам одно и то же грубо говоря один и тот же профиль километрами гнать конечно один раз оправку и только ножи менять а если это так разовая работа она эта фреза на фоне проекта растворится вы ее не увидите по цене да очень ну так если еще по фрезерам что-то нужно можно так в принципе все спасибо спасибо что вы что 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 вы вы что вы